Всем здорова, с вами Олег. Сегодня нахожусь в парке Горького опять, потому что завтра ноябрь, а на улице 36 градусов тепла. Я в обычной футболочке. Вообще жарень такая, но очень радует погода. И я решил прогуляться и научить вас Fingerless Tomb Raound, то есть Tomb Raound без толчка пальцев. Кстати, на этом канале помимо видео уроков на трюки по пенспиннингу я делаю обзоры ручек. Учу вас их делать, иногда их разыгрываю и многое другое. Так что, если первый раз, подписывайтесь. Кнопка внизу. Итак, Fingerless Tomb Raound. Выглядит он вот так. Как вы уже поняли из названия, этот Tomb Raound, в отличие от обычного Tomb Raound, не использует толчок каким-либо из пальцев. То есть мы не толкаем ни средним, ни указательным, ни безымянным, ни даже мизинчиком. Вот. А мы используем движение руки, чтобы задать инерцию ручке, ну, вашего моду. И сделать оборот вокруг большого пальца. Делается это вот так. Вы возьмете вот такое положение в ваш мод. То есть большая часть веса находится вот в этом положении. То есть за ладонью. То есть не вот так, а наоборот. Вот так. Чтобы было легче исполнять трюк, нужно взять именно в это положение. Дальше вам нужно будет сделать как бы движение вот такой рукой. Такую эдакую С букву. И выкинуть ваш мод из слота ТФ. И сделать оборот вокруг большого пальца. Вот. Здесь, в принципе, объяснять особо нечего. Вам просто нужно на ручку, на ваш мод, чтобы он был более-менее тяжелый. Вот. Если у ваш мод грамм, не знаю, ну, грамм 12-10 и легче там, то будет достаточно сложно учить. Гораздо быстрее это получится у вас, если у вас будет мод что-то в районе 18-16 и выше грамм. Вот. Потому что концы довольно-таки тяжелые. И это будет помогать при обучении. Так вот. Задаем инерцию. Вы можете взять вот так ручку, как в обычном, ну, грубо говоря, как в обычном там браунде. И попробовать задать движением руки, то есть движением кисти инерцию. Вот так. Сейчас. Вот так. То есть, как бы, вы помогаете пальцами, но вы уже начнете понимать, как задавать движение, как задавать инерцию движением руки. Вот. Попрактикуйте вот так, можете попрактиковать. Вот. Получается, вы своей, как бы, указательным и средним пальцем, как бы, вместе задаете движение, ну, полностью кистью, и даете инерцию моду, чтобы он сделал оборот. Вот. Попрактикуйтесь так. Если начнет получаться, ну, здорово. Значит, вам нужно уже переходить, скажем так, вот к этому положению изначальному. Здесь, в принципе, то же самое. Вы задаете инерцию своей кистью, вот. Но если вы будете сильно делать, ну, задавать инерцию большую, то ваша ручка просто вылетит. Вам нужно понять, ну, естественно, если будете не до конца, она не сможет сделать оборот вокруг большого пальца. Вам нужно понять и ощутить, именно какая инерция нужна для хорошего оборота, для правильного оборота. По сути, она нужна небольшая, но это приходит с практикой. Что ж, на этом, наверное, все. Больше здесь я сказать не смогу ничего. Просто практикуйтесь. Практикуйтесь и практикуйтесь. Как минимум час чистого времени у вас должно уйти на практику, прежде чем задавать вопросы, типа, у меня не получается, что делать. Вот, старайтесь, старайтесь, практикуйтесь. Смотрите slow motion, пересматривайте туторию, если не понимаете. Ну, естественно, если у вас реально не получается, то пишите в комментариях к этому видео. Я все комментарии читаю и обязательно отвечу, помогу, чем смогу. Если получилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покупайте, кстати, вот этот мод, ну и другие моды у меня в магазине. Ссылка будет внизу, в описании. Также будет ссылочка на полностью плейлист с моими видеоуроками. Ну и, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.